я конфузился у вас два раза здесь я увидел в общине приехал сначала первый раз увидел одну красивую девушку я узнал давно уже первый раз не узнал и второй раз не узнал прям вот вот сконфузился и потом подошел и это старшая дочь пастор леона как его зовут напомните ширли вы знаете красивая молодая я ее не узнал она выглядела очень счастливой счастливая вот сегодня я счастье хотел бы поговорить с вами можно вы не против нужно счастье поговорить да но не о вашем маленьком еврейском счастье да а вообще счастье что это и какое оно ну есть счастливые люди здесь есть и что вас делает счастливыми помогите расскажите ну вот вас что делает счастливым меня да вы же махали рукой это просто скажите с места так хорошо так а у вас что что делает вас счастливы да так любовь вышел влюбились есть кто-то например иметь другое что-то так и это вас делает счастливый на холм это что значит так я поставлю сюда чтобы не рукой не задеть спасибо так знаете самое интересное что библии вы не встретите слова счастье очень интересно несчастье есть и много раз повторяется а счастья нету вот парадокс но я нашел одно место я последнее время у себя в общении часто проповедую говорю о перерождении человека есть такое греческое слово в новом завете но есть метаной а вот это и покаяние это и это яркое что-то какое-то событие в жизни человека вот именно обращение к богу в этом смысле она есть метаной а настоящая я знаю что есть люди которые не помнят дня своего покаяния это как бы не было ярким событием них вот не было такого сильного какого-то яркого переживания а есть те кто помнит я помню день своего покаяния как я вышел я помню проповедь до сих пор это было больше 30 лет назад уже я помню что было помню день крещения и духом святым на следующий утро был крещен в воде и вот вот есть такие яркие воспоминания и вот это состояние мы можем переживать несколько раз когда все в тебе вспыхивает ярко сильно ты преображаешься ты изменяешься это видят все остальные люди они видят что ну что-то в тебе что-то другое ты твои глаза горят твоя жизнь твои поступки твои слова все в тебе вот вот что-то с тобой произошло что-то сильное что-то ярко что-то необычное мы не живем каждый день так вот чтобы в таких ярких переживаниях но это посещает нас это иногда бывает с нами давайте откроем книгу деяния апостолов 26 главу я беру очень часто сейчас когда проповедую еврейский новый завет перевод давида штерна по-моему да я не знаю читаете вы или нет он он иногда получше объясняет чем синодальный перевод прям становится более понятный смысл о чем говорится как говорится его там по крайней мере в русском переводе там слово счастье звучит вообще я где-то слышал что на иврите счастье и удача рядом до слова стоят нет счастье и богатство ну-ка расскажите какое слово ошер и богатство вот эта красивая девушка пришла тебя не было мы тебе говорили я рассказал как я конфузился два раза тебе видел и не узнал потому что ты счастлива я слышал ты вышла замуж твой муж даже со мной познакомился делом так это этот муж подожди со мной другой какой-то знакомился наверно твой нет вот слушайте а вот попадешь а когда детей много аллилуйя слава богу за все во все времена с момента сотворения люди хотели быть счастливыми искали счастье и это самое поразительное что в библии нет этого понимания нет нет объяснений нет формулировки счастья хотя все хотят быть счастливыми все стремятся к этому счастью для кого-то счастье выйти замуж да так подождите девушка определитесь уже ты что сделал телосей она большое да сразу и не поймешь когда слона трогать что это мы все хотим быть счастливыми все все по-разному кто-то замуж вышел кто-то детей родил кто-то внуков получил кто-то счастлив я не знаю по каким причинам вот несколько услышал уже все здоровы знаете многие философы давали определение счастья я вам не точную формулировку дам сейчас аристотель мне очень понравилось его оно не определение он пишет что счастье это не только достижение материальных благ и не только достижение физического здоровья но и духовное больше даже духовное вот очень интересно ну оно просто и близко к нам нет ничего нового под солнцем бог рассыпал свою мудрость по всей земле и поэтому очень часто мы читаем у разных умных людей у философов том числе какие-то умные хорошие правильные вещи наверное вы все видели пирамиду маслоу да где внизу счастье у одних людей это покушать поесть попить и потом по возрастающей найти себя в этой жизни найти свое призвание найти то для чего ты рожден знаете это очень интересно если вы смотрите историю человеческую такой в исторической ретроспективе вы видите что все цивилизации строили города большие города и города строились вокруг храмов всегда почти во всех культурах во всех религиях потому что религия или вера она дает человеку ответ на самый главный вопрос его жизни зачем зачем я здесь зачем я пришел зачем я родился вот вот зачем я здесь зачем я на этой земле просто поесть попить потом уйти в небытие там кто-то верит заснули кто-то верит переродился разные верования есть зачем и и религия всегда дает ответ на этот вопрос человек находит себя мы в поиске себя чтобы найти себя и быть счастливыми потому что ты счастлив только тогда когда ты действительно тот кто ты есть в своем деле в своем призвании в том что ты делаешь а дарик принц учитель библии много лет прожил здесь в израиле он говорил есть три важных выбора в жизни выбор спасителя выбор спутника жизни с кем ты будешь идти по этой жизни и выбор дела жизни то есть чем ты будешь заниматься в этой жизни найти себя найти свою судьбу свое призвание свой труд свою работу свое предназначение быть тем кем бог хочет тебя видеть по моему у канта есть такое интересное выражение по поводу счастья он сказал не желать счастья тоже возможно недословно а быть достойным счастья вот стойки они развивают эту мысль подумайте над этим потом не желать счастья все люди желают счастья и нам желают счастья вот это интересно мы все бывшие советские люди я заметил мы даже желать не знаем чего людям на день рождения на там на праздники на свадьбы и по старой советской привычке что мы всем желаем я желаю вам счастья там здоровья мирного неба над головой да и все как будто мы не находим слов что действительно человеку вот-вот пожелать сказать что-то в его жизнь виде этого человека ну я имею ввиду сущности этого человека кто он чтобы пожелать ему действительно того что нужно а мы как вини пух помните в старом советском мультике он желаю счастья в личной жизни пух ага это тоже счастье да ты не знаешь каким ты был но тебе сказали когда ты ушел как часто нам не хватает говорить людям пока не живы да не желать часть еще раз повторю а быть достойными счастья быть достойными быть достойными достойными людьми в этой жизни если ты достоин то ты будешь счастлив оно придет тебе а если не достоин что ты не делай его нельзя купить нельзя она не продается апостол павла есть очень хорошее ободрение для нас великое приобретение помните быть благочестивым и довольным напомните где это кто-то помнит место где-то в библии кому он там советует милосердие быть благочестивым в русском периоде написано и довольным а главное слово здесь приобретение вот мы что-то всегда в жизни приобретаем приобретаем и все что мы приобретаем это дается не просто так бесплатно ты должен за это заплатить какую-то определенную цену ты пошел в магазин ты приобрел товары для дома чтобы покушать и это все чего то стоит вот чтобы быть благочестивым то есть его надо приобрести надо заплатить какую-то цену чтобы от тебя была добрая честь благая честь старый вот старый русский язык он часто состоят слова из двух слов благочестивый благая честь и второе слово довольным то есть довольным счастливым тебя все есть ты не бежишь за чем-то в чем же христианское счастье и вот единственный момент вот в этом именно переводе один раз я встречаю слово счастье я дим ты посмотри что что на иврите там а там же не иврит у вас там же греческий я не знаю даже 26 глава давайте прочитаем всю главу будем читать и размышлять агриппа обратился к шаулю это то место как раз когда саул требовал павел требовал суда кесаря его в рим везли и вот он стоит перед царем опять надо важную помарочку сделать что у нас особенно сейчас в россии очень сильно в христианской среде начали учить вот о том что ты должен слушать царя и царя и царя чтить и все остальное и люди как как будто зомбированы этим вот вот и все они не понимают и на библию ссылаются время был император а в каждой захваченной им стране были свои цари были свои там начальники которых он назначал убирал поэтому тут тоже очень важно понимать кто такой царь и кто такой был император агриппа обратился к шаулю тебе разрешается говорить в свою защиту когда шауль сделал знак рукой и начал речь свою защиту знак рукой как пишут исследователи библии он сказал что я буду сам себя защищать без адвоката система стара ничего нового люди не придумали вот судебная система система обвинения система защиты она вся такая же есть обвинитель есть защитники есть судья тот кто разбирает это дело царя гриппа я почитаю за счастье вот вот один момент я только нашел где вот это слово стоит счастье я почитаю за счастье защищаться сегодня перед тобою отстаивая свою непричастность к тому в чем обвиняют меня евреи поскольку ты прекрасно осведомлен обо всех еврейских обычаях и разногласиях он знает царя агриппа очень старался понравиться иудеям понравится быть хорошим правителем и павел он он говорит с ним открыто откровенно и это очень интересный момент вообще стоять перед царем перед стоять перед тем кто правит этой страной этим государством и говорить спокойно рассудительно мудро отстаивать свои убеждения я скажу больше отстаивать свою веру для павла для саула счастье это быть вы бы назвали мессианским евреем да быть христовым мы прочитаем он в своей речи он он говорит об этом не раз он подчеркивает это это для меня счастье стоять и быть апологетом то есть защитником того во что я верю как я живу что со мной происходит поскольку ты прекрасно осведомлен обо всех еврейских обычаях и разногласиях поэтому прошу тебя терпеливо меня выслушать итак всем евреям известно то как я жил самой юности родной в родной стране и в ярушала или они давно знают меня если захотят могут подтвердить что я принадлежал строжайшей партии нашей религии то есть был парушем правильно да парушем фарисеем по-русски да я принадлежал к этой партии вы вы знаете что это не просто что до религиозное течение там это еще и и и и своеобразная как политическая партия была как странно что сейчас я стою на суде и за надежде на обещанное данное нашим отцам говорится совершенно понятных царю вещах и он объясняет что я был из этой партии там были еще другие которые не верили сверхъестественно не верили воскресенье не верили еще в ангелов то есть в духовную жизнь не верили другие партии были исполнение которого надеется увидеть наши двенадцать колен усердно поклоняясь день и ночь тем не менее именно за эту надежду ваше величество и обвиняет меня сегодня евреи почему же вам кажется невероятным что бог воскрешает мертвых задают этот вопрос я думал раньше что обязан прилагать все силы к тому чтобы бороться с именем и шу из назарета вот он переходит проповеди и шо что я и делаю рушалаями получив полномочия от руководящих каганим я лично бросил в тюрьме многих из божьего народа и когда их казнили я давал на это свое согласие это был не просто человек это был человек у власти человек с полномочиями с такими полномочиями он дальше разъясняет и больше говорит это не просто человек слушайте он пошел по странам у него были полномочия вязать вести всех какой бы стране он не нашел последователей иисуса и шо связывать их там брать и ему помогали власти той страны куда бы он не пошел и вести в русалим для того чтобы казнить христиан казнить верующих это огромные полномочия это для кого-то это вершина власти в твоих руках власть казнить и миловать павел не был просто таким человек он был умный человек он был человек который достиг ну можно так сказать карьеры в своей жизни молодой успешный с такими обширными полномочиями он говорит об этом царю у меня были эти полномочия брать вести казнить он он в тюрьмы многих божьего народа а когда их казнили я давал на это свое согласие он и судьей был и обвинителем был он решал чьи-то жизни неважно это женщина мужчина ребенок какая власть была дана ему я часто ходил по синагогам подвергая их наказание я здесь остановлюсь еще представляете ну как и сейчас в городах очень много синагог там 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 везде разные синагоги вас тоже и он ходил по синагогам по разным синагогам и он находил христиан как-то как-то беседовал вот его стиль жизни смысл жизни был в том чтобы искать верующих людей мессианских как как вам лучше если христианин буду говорить нормально или мессианских ну и то и то это верующие люди я ходил по по синагогам подвергая их наказанием и принуждая богохульствовать там прям в синагогах во время богослужения он находил кого-то или после я даже не знаю как после всего вот то что происходило принуждал кто-то ломался почему он так уверенно говорит я принуждал их богохульствовать то есть отрекаться от имени ишуа от имени христа он даже вот вот находил слова убедительные как давить на людей как их принуждать отрекаться от христа он открыто об этом говорит стоит перед царем и в своей слепой ярости против них я даже начал преследовать их за пределами страны он расширяет не просто по синагогам он начинает уже за пределами страны с этой с этой же целью я направился в дамесик то есть дамаск получив от руководящих каганим неограниченные полномочия и власть неограниченные ключевое слово никто не мог его ограничить в его власти над христианами у него были такие обширные полномочия он мог приходить и просить там местную полицию местные спецслужбы чтобы помогли чтобы уже знали кто 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 последователь христов чтобы их находить чтобы их брать и еще раз повторюсь ввести в иерусалим чтобы казнить их прилюдно он он говорит это ярость была ярость в человеке вы испытывали это сильное чувство ярости хоть когда-то когда ты теряешь контроль над собой настолько что тебя может трясти даже вот как сильно тебя это все переполняет он честно говорит об этом я был в ярости я не я находился в пути ваше величество и был полдень когда я увидел свет с небес ярче солнечного осветивший меня и моих спутников мы все упали на землю затем я услышал голос говорящий мне по-еврейски шауль шауль почему ты все время преследуешь меня трудно тебе идти против рожна я спросил кто-то господин и господь ответил я и шо ты преследуешь меня поднимись же и встань на ноги я явился тебе чтобы ты стал служить мне и свидетельствовать о том что я тебе уже показал и что ты увидишь когда я явлюсь тебе вновь я избавлю тебя от народа и от го им я посылаю тебя открывать им глаза чтобы они отвернулись от тьмы и обратились к свету от власти противника к богу и таким образом получили прощение грехов и вошли в число отделенных для святости доверившись мне и так царя гриппа я не ослушался видение с небес напротив я провозглашал сначала в дам в дамаске затем вырушила ими и по всей и гуде а также гуем что они должны оставить грехи и повернуться к богу и затем поступать в соответствии с этим покаянием он пережил яркость он пережил то что и называется не просто покаянием знаете как люди говорят там не согрешишь не покаять и по сто раз греша откаяться греша откаяться он пережил метаноэ вот настоящее духовное перерождение этот термин его используют психологи его используют в религии метаноэ его используют психиатрии тоже что-то яркое религиозное много где он описывается яркое переживание которое меняет человека полностью я замечал очень часто что когда этой яркости когда вот это переживание или ушло или кто-то вообще не пережил это просто покаялся вот верю и хожу и община все хорошо люди то есть не было яркого внутреннего перерождения сильного мощного я заметил что во время покаяния когда одна душа выходит на покаяние и библия говорит все ангелы небесные радуются община не радуется люди не понимают что происходит ангелы понимают одна душа обращается к богу она перерождается от тьмы к света от смерти к жизни но верующие которые сами пережили казалось бы этот момент они так могут похлопать там когда кто-то выходит на покаяние могут ну порадоваться руку пожать но нет радости небес нет счастья от покаяния чьей-то души почему никогда не задумывались почему мне не приносит радость когда одна душа здесь стоит и кается и ищет бога и приближается к нему почему все небеса в радости в этот момент а мы как статуи застывшие немножко так как-то нас это не касается как-то это нас не трогай как-то нет у нас счастья от этого у нас счастье она в другом в земном в человечном может быть поэтому это слово не так часто может быть и вообще почти не употребляется здесь писаниях не ветхом не в новом завете может быть по этой причине я не знаю у меня нет ответа но павел вот всю вот эту речь перед царем он начал с того что я счастливый человек он рассказывает что было какие этапы он проходил и вот дошел до того момента своего обращения именно по этой причине евреи схватили меня в храме и пытались убить тем не менее получив помощь от бога я по сей день стою и свидетельствую малым и великим говорю только то о чем предсказывали пророки и маша что мессия умрет и что первым воскреснув из мертвых он провозгласит свет и народу и гоим очень сильное утверждение он говорит чему я посвятил свою жизнь тому чтобы рассказывать и малым и великим не важно кто передо мной в этой жизни кого бог посылает в мою жизнь каждый день для меня счастье говорить им о христе для меня счастье проповедовать им добрую благую весть или евангелие вот мое счастье говорит он но как только он дошел до этого момента в своей речи fest закричал во весь голос это другой был правитель посланный от рима он где-то был равен царю по 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 власти и он закричал шауль ты с ума сошел твоя ученость доводит тебя до безумия когда-то настоящий верующий глазах многих людей твоя вера твои поступки твоя радость твое счастье кажется людям безумие у всех людей нормальное счастье а у тебя какое-то ненормальное счастье что это за счастье хотите проповедовать а это счастье видеть как и жизни людей преображаются как чья-то душа изменяется это настоящее счастье вот он кричит а ты с ума сошел твоя ученость доводит тебя до безумия шауль же ответил нет достопочтенный фест я не сумасшедший напротив я говорю слова истины и здравого смысла поскольку царь разбирается в этих вопросах очень интересно павел вот его речь можно прям по словам изучать да какие обороты он делает как царя уже в союзники себе приобретает и однажды читал книгу известного адвоката у нас он в шестидесятых годах защищал начальство еще епископа всего туда не тогда был иван петровича федотова пятидесятников нерегистрированных и он написал книгу и в этой книге там разные адвокатские истории шутки прибаутки как раз есть вот и и разные суда и он целую главу посвятил защиты пятидесятников в шестидесятом году он защищал тогда федотов 10 лет дали и он разные истории я любил я даже иногда брал эту книгу чтобы отдохнуть например и сажал всех кто в офисе есть там и читал им эти майки истории он это один адвокат пользовался таким приемом он говорил ну ваша честь или уважаемый суд противная нам с вами сторона постоянно суде он вставал и все время как бы мы с судьей уже судья говорит слушал его он все время противная нам с вами сторона противная нам с вами сторона понимаете да игру слов напротив то есть обвинение которое обвиняет он все время судья говорит не выдержал перестаньте суду обе стороны одинаково противны и вот павел он использует этот прием я кстати тоже мы 22 года в судах уже я тоже хожу на суды на разные на все нас вот два года нам закрыли уже храм мы в палатке собирались ну вот сейчас какие то есть хорошие такие наметки мы палатку поставили вот два года были в жару в холод в палатке рядом прямо с храмом потому что судебное было такое я тоже этот использовал прям иногда но мне судья так не ответил ни разу но я нет ни нет зайти все там как священник в рясе там все и в суде говорю вот ваша честь противная нам с вами сторона ну как-то прокатывала у меня знаете получалось вот и и павел он тоже берет он уже раз как будто с царем объединился против феста вроде не против а вроде уже серфис ты же все знаешь мы как бы мы вместе с тобой в законе то мы все понимаем и ты все понимаешь о чем речь здесь поскольку царь разбирается в этих вопросах я свободно выражаю при нем свои мысли так как уверен что ничто из этого не было той утрено от него очень хорошая речь правда вот 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 сам себя сам себе адвокат знаете так защищает умело хорошо ведь это не проходило где-то на задворках все это не происходило где-то на задворках царь агриппа веришь ли ты пророком знаю что веришь как будто вот тут знаете вроде беседует спокойно вроде уже к стенке прижал дим веришь пророком знаю веришь уже и и не скажешь не верю да интересная речь построена его привели обвинять его привели осудить побить должны там и смертной казни приговорить а он так смело и мудро главное защищается знаете почему потому что он свободный человек он счастливый человек ему неважно перед кем стоять он не заискивает не заигрывает но между тем он не совсем такой простачок что даже там кто-то ошарать начал ты чего совсем безумствуешь совсем с ума сошел а чего ты несешь здесь стоишь перед царем все понимает все знает не надо он такой умный у нас сайт что молодец аллилуйя царь агриппа веришь ты еще раз веришь ли ты пророком знаю что веришь агриппа сказал шаулю за такое короткое время ты хочешь убедить меня стать мессианским верующим царь понял все всю эту игру и все эти за такое короткое время ты хочешь сделать меня верующим человеком мессианским или христианином шауля ответил много ли на то понадобится времени или мало мое желание перед богом в том чтобы не только ты но и все слушающие меня сегодня стали такими как я не считая вот этих оков он показывает такого много времени мало времени желание моего сердца он начинает со счастья я бы был самым счастливым человеком сегодня если бы ты и все весь твой двор который слушает меня стали верующими вот это бы было просто вот это сделало бы мой день я был счастлив завтра в дне следующем я бы нашел других людей кому бы я проповедовал с кем бы я делился добрыми вестями евангелием благою вестью затем царь поднялся а за ним правитель и береника и все сидевшие с ним царь стал вся свита встала выйдя оттуда они говорили друг другу этот человек не делает ничего такого что заслужило бы смерти или тюрьмы здравомыслящие люди услышали здравые объяснения почему я верю как я верю что со мной происходило и что делает меня сегодня счастливым они понимали о чем он говорит может быть кому-то нам сегодня непонятно нам непонятно вот эти полномочия вот эта безнаказанность которую он получил благодаря своей ярости он доказал они не видели вот кто посылал его даже в другие страны кто дал ему эти неограниченные полномочия они видели что этот человек он все сделает он как говорят землю рыть будет но найдет этих верующих этих христиан этих мессианских евреев и предаст их смерти вот в ком в ком они в нем не сомневались и посылали его везде и тут царь говорит сушите я ничего не нахожу в нем плохого и все они тут говорили они договорили друг другу и потом смотрите последняя строчка и агриппа сказал фесту если бы он не потребовал суда императора можно было бы освободить его ничего не нахожу это напоминает суд над спасителем помните то же самое я умываю руки я ничего не нахожу чё вы кричите чего тут выдумываете нормальный человек нормально живет нормально говорит хорошие вещи вас призывает чего вы я умываю руки распни его распни и мы знаем царь павел или шауль идет в рим и заканчивает свою жизнь не по своей воле скажем так наверное по своей воле он знал в кого он уверовал он знал о ком он проповедует о ком он говорит я хочу сказать вам сегодня что настоящее счастье быть сыном и дочери своего отца у нас есть земные отцы земные мамы но есть небесный отец однажды я прочитал книгу там три книги написал один баптист и проповедник брат храпов его фамилия он написал мне название понравилось вот сразу привлекло бывает что люди умеют в коротких в коротком ну как бы в коротком предложении выразить огромную огромную суть книга называлась счастье потерянной жизни три слова которые меня не покидают счастье потерянной жизни павел или шаул он потерял эту жизнь потерял всю власть потерял это достоинство потерял кем он был там в этих властных структурах среди всего синедриона он все это оставил он потом говорит других посланиях все почитаю за ссор за мусор за навоз по моему там дословно написано это ничего не стоит по сравнению с познанием христа я счастливый человек я знаю моего спасителя поэтому у него в посланиях очень часто вы у павла найдете я знаю в кого я уверовал я знаю искупитель мой жив да я знаю а что является вашим счастьем подумать дети внуки это хорошо но мы однажды оставим их на этой земле семью жену прекрасную работу дом достаток вы знаете что люди даже в немощах болезнях бывают счастливые а бывают не счастливые вот если говорить о физическом если очень много счастливых людей которые нашли себя вот недавно к вам приезжал очень известный американский проповедник ник вычич да был где-то на молитвенном завтраке вы расшелаем я прочитал уже чтобы у человека нет там рук ног но он счастливый и он этим счастьем делается ездит везде и рассказывает об этом а у кого-то на супрыщик вскочил и он такой несчастный а и так плачет и так переживает это не делает нас счастливыми и несчастливыми конечно если мы плотские люди мы от этого зависим чемоданы не пришли моя дочь немножко несчастлива была может папа там моя всякая косметика то мои любимые вещи папа ты не понимаешь что могут не прийти да все на этой земле может быть но все можно назад приобрести главное христа не потерять главное от него не отвернуться в нем счастье в нем жизнь иисус сказал я путь истина и жизнь и вот этого христа проповедовал апостол павел вот в нем он нашел настоящее счастье стоять перед царями перед малыми перед большими и рассказывать им какой христос мне кажется это настоящее христианское счастье счастье верующей души верующего человека благослови вас всех господь дорогие мои и храни вас боже можно помолиться коротко давайте встанем я не знаю как ход служения у вас мне нравится я я я люблю не леон как-то позвонил на гости уже приезжая для меня счастье быть в их доме в их семье самое большое счастье вот сегодня они улетели всегда на шаббата быть там еды немного но там весело всегда я ему часто говорю вашему папе потому что вы все кто на скрипках играет там рамик на этих на клавиши надавливает пальчиками и все веселье поют играет вот для меня это было таким всегда я говорю я всегда вспоминаю для меня это вот прям как-то так отдыхать просто люди даже отдыхать не умеют вот я не умею отдыхать мне тяжело вчера как сказали в три часа все шаббат начинается думаю что делать что делать как это как это шаббат понимаете вновь и вновь только здесь начинаешь понимать никуда не пойдешь все закрыто какой-то вот знаете вот это вот суета постоянно надо куда-то двигаться что-то делать чем-то заниматься вместо того чтобы расслабиться побыть вообще не поклониться богу какие мы песни сегодня пели я счастлив был когда вы просто даже услышал эту музыку и эти песни поклоняю поклоняющийся или прославляющий господа милосердный наш я благодарю тебя за народ твой за общину твою господь благодарю за пастыря который сейчас где-то отец благословляемого имя иисуса христа его дом его семью семью каждого здесь господь отношения господь я молю чтобы каждый из нас нашел счастье в тебе и жил этим аминь аминь